Добрый день! В эфире новости в студии Валерия Гавриленко, Сурдоперевод, Хасана Исраилова. Ситуация очень сложная. Мы уже создали специальный штаб помощи. Туда вошли представители всех ведомств. Мы должны оказать помощь всем пострадавшим. Правительство работает в чрезвычайном режиме. Без света и электричества остаются около 20 тысяч квартир. Повреждены газопроводы. Под удар стихии попал и городской зоопарк. Ведутся поиски сбежавших хищников, которые разгуливают по городу. Территория к зоопарку сейчас оцеплена полицией. Наша съемочная группа сейчас находится в эпицентре событий. В следующем выпуске новостей специальный корреспондент 24КЗ расскажет, что происходит в пострадавшем от небывалого потопа в городе. Мы разместили здесь. Из всех этих мигрантов они не смогли получить официального убежища. К тому же у них статус транзитных. Это новое определение. По закону этих мигрантов не существует. Но ведь это такие же люди, как и мы. И они нуждаются в помощи. Восточном Казахстане по дорожной карте бизнеса сегодня получают поддержку более 400 предприятий. Новшества, введенные в программу в этом году, сделали ее еще более доступной, говорят эксперты. Благодаря дорожной карте развил свое дело усть-Каменогорский предприниматель Канат Акшалов. Его маленький цех по выпуску хлебобулочных изделий стал сегодня одним из крупных игроков на местном рынке. Секретами успеха бизнесмен поделился с Анельей Есенбердиной. Хлебобулочный цех «Экоагра» сегодня один из самых успешных в Искаменогорске. Здесь работают 120 человек, которые выпускают 65 видов продукции. Ежедневно на этом предприятии перерабатывают 7-8 тонн муки. Из него здесь изготавливают до 15 тысяч хлебобулочных и 6-7 тысяч кондитерских изделий. Таких вот кексов, к примеру, в день пекут до 1000 штук. Причем каждый из них должен весить строго по 75 грамм. Но вот противень заполнен, теперь он отправляется в печку. И через 25 минут готовую продукцию уже можно будет пробовать. А ведь начинали всего с 3-4 видов продукции. Но помощь государства позволила выйти на новый уровень, рассказывает директор предприятия Канат Акшалов. Сначала 200 миллионов тенге в кредит, потом 180 миллионов под 7% через дорожную карту бизнеса. Средства позволили оснастить цех современным оборудованием. То есть на сегодняшний день государство очень хорошо помогает. Если вам нужны оборудования, дает кредиты. Если не хватает залогов и имущества, дает за вас, поручает гарантию, дает. Но сейчас, в данный момент, нам теперь нужны новые технологии, новые тенденции. Поддержало государство и в этом вопросе. На Усть-Каменогорской пекарне уже больше недели трудится новый сотрудник. Уильям Рен приехал из Германии на 18 дней. Он обладает своей сетью пекарен, миллионер. А теперь помогает заработать и казахстанским бизнесменам. Для меня это очень интересная работа. Мне нравится помогать людям. Удобно, что у вас есть такая программа. И государство оплачивает международных экспертов для своих предприятий. В свою очередь я приложу все усилия, чтобы усовершенствовать производство, сделать его эффективным. Я надеюсь, что благодаря моей работе предприятие расширится и появится больше рабочих мест. Все это возможности дорожной карты бизнеса. А с мая она стала еще выгоднее, говорят специалисты. Сейчас по единой программе есть возможность получить поддержку в виде гарантий. Дополнительный залог. 85%, то есть молодому предпринимателю, имея лишь 15% стартаперу, имея 15% в виде денег, он сможет реализовать свой проект. Наверняка желающих воспользоваться такими льготами будет немало. Это новый импульс для развития бизнеса в Казахстане, считают эксперты. Анна Лисенвертина, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск. В одном из крестьянских хозяйств Мангистауской области разводят верблюдов. Фермеры объясняют, что взялись за это ради молока, которое известно своими целебными свойствами. Только в прошлом году здесь продали 500 тонн шубата. Но не только он пользуется спросом у односельчан. За год на ферме обработали 36 тонн шерсти. Татьяна Ковалева продолжит. Год назад, когда только открывали это крестьянское хозяйство, ставку решили сделать на верблюдов. И не прогадали. Эти животные ничего кроме пользы не приносят, делятся своими наблюдениями хозяева. Мясо диетическое, молоко питательное, шерсть теплая и целительная. А шубату и вовсе цены нет. Ведь этот напиток излечивает от множества заболеваний. В этом цехе за месяц обрабатывается 3 тонны верблюжьей шерсти. Сначала ее очищают, потом сушат, после нужно хорошенько потеребить. И только после этого с помощью специального оборудования изготавливают войлок. Кроме войлока здесь делают и теплые верблюжьи одеяла. Большой спрос на национальные изделия. Семь человек, которые здесь трудятся, за год обработали уже 36 тонн шерсти. В последнее время люди стали понимать пользу и качество верблюжьей продукции. Шерсть используют для бытовых нужд. Она очень полезная и имеет целебные свойства. Поэтому спрос на нее растет каждый месяц. Не меньше спрос и на этот целебный напиток. В летнее время клиентов, желающих приобрести шубат, становится в два раза больше, говорят хозяева. Сначала молоко варят, потом охлаждают, а после добавляют специальную закваску. И дают настояться двое суток. Наш шубат может храниться до 25 дней. Очень качественный продукт. Молоко мы проверяем в лаборатории, сколько жирности в нем и воды. Продукцию закупают нефтяники и владельцы октавских магазинов. Совсем скоро здесь освоят еще одно направление. На предприятии начнут выпускать сок. На 25 гектарах земли уже выращивают фрукты и овощи. Кроме того, в хозяйстве хотят увеличить и поголовье верблюдов. А это значит, появятся новые рабочие места. Пока здесь трудятся 200 человек. Если все планы осуществятся, число работников совсем скоро возрастет. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалеев, Мангистауская область. В Астане прошел концерт, посвященный Международному дню донора крови. Благодарственные письма и памятные подарки получили десятки доноров столицы. Благодаря им Центр крови Астаны обеспечивает жизненно важной плазмой 22 медицинских учреждения. Донорство в столице, по словам специалистов, соответствует стандартам ВОЗ. Около 60 человек из тысячи сдают кровь на постоянной основе и совершенно бесплатно. Нужно сказать, что безвозмездное донорство, оно в Казахстане, в Астане, на самом деле увеличивается. На сегодняшний день порядка 200 человек каждый день приходят в Центр крови и издают кровь. А в год это 40 тысяч донаций по городу Астанай. Я занимаюсь донорством уже более двух лет. И я считаю, что если нужна кому-то моя помощь в виде крови, то это сделать нужно безвозмездно. Я как-то с самого начала не брал никаких денег за это. Очень много людей мало об этом знают и не сдают кровь. Мне кажется, это надо сделать как можно чаще, чтобы привлечь больше массы, чтобы сдавали кровь. Этот праздник отмечают и в Актобе по темпам безвозмездной сдачи крови регион в числе первых в республике. Здесь часто обновляется специальное оборудование. В прошлом году медучреждение получило современные анализаторы и приборы для фильтрации крови от вирусов. Каждый донор за один раз сдает не более 400 мл крови, которые разделяют на компоненты. Этого достаточно, чтобы спасти жизнь троим детям, посчитали врачи. Но количество необходимых плаценты посчитать невозможно. Каждый день в ней нуждаются сотни пациентов. Самой дефицитной остается кровь с отрицательным резус-фактором. Напомню, за свой благородный поступок добровольцы не получают особых льгот. Единственное, на что они могут рассчитывать, это сладкое угощение и дополнительный выходной день. Никогда не думала, что пришла, сдала кровь. Кому она нужна, как она попадает, куда, в больницы, кому она попадает. Вот этот путь, этих драгоценных капель, он очень важен. Ежегодно наш центр посчитает более 12 тысяч доноров. Потребность, скорее всего, года в год возрастает. Потому что у нас все-таки имеется медицинская академия в городе Ак-Тубе, где проводят высокоспециализированные операции. Соответственно, идут запросы на наши компоненты крови. К этому часу пока все. Оставайтесь с нами.